Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прошлом ролике начали с вами тему о ПМЖ, продлении ПМЖ для граждан России в Латвии. Ну, давайте продолжим эту тему. Сегодня мы поговорим о гражданстве Белоруссии, которое хотят принять очень многие граждане Латвии, которые в своё время приняли гражданство российское. А сейчас вот надо сдавать экзамены. И хотят принять белорусское гражданство. И мы с вами поговорим, можно ли это сделать. Но прежде я обращаюсь к своей любимой теме – комментарии. Я благодарю вас всех за комментарии, которые вы пишете. Я благодарю за лайки, я благодарю за подписки. У меня очень-очень много прибавилось подписчиков, а это говорит о том, что людей эта тема волнует. Сейчас обратимся к моей любимой теме, как я вам сказала – комментарии. Знаете, комментариев очень много, и вы сами можете прочитать эти все комментарии, но я отмечу только некоторых. Я благодарна Ирине, которая сказала, что я не педагог, но я вам помогу в разговоре. Ирочка, дорогая, я так и не дождалась от вас, ни письма, ничего. Я по-прежнему жду. Я потом расскажу вам, каким образом меня найти, кроме того, что вы видите меня в Ютубе. Значит, очень благодарю Мартинша. Мартинша – доброй души человек. Казалось бы, все латыши тут против нас. Да нет, Господи, это простые люди, они нас просто понимают. И он предложил мне, как лучше выучить латышский язык, что нужно говорить и так далее. Ну, можете почитать сами его комментарии, да. Мартинш, большое, огромное вам спасибо за ваш комментарий, за вашу добрую душу. Еще я благодарю Инесса, ну, не знаю, как правильно вы пишетесь, Инесса или Инесса, за то, что вы мне подсказали, все-таки меня нашли на моей почте, нашли мою почту и написали мне, каким образом мне, ну, как-то связаться с российскими властями, может быть, мне как-то повысят пенсию, может быть, я у них там отмечена, как работающий пенсионер. Ну, по крайней мере, огромное-огромное вам спасибо. И отдельно хочу обратиться к Елене, которая написала очень много негативных комментариев, но они мне тоже нравятся, потому что это толчок для создания нового ролика. Елена написала, что в советские времена в педучилище не учили латышский язык. Вы себе биографию сами сочинили. Так вот, дорогая Лена, в педучилище я поступила на базе восьми классов. Может быть, на базе десяти классов латышский язык и не учили. Я не знаю. Понимаете, я просто не знаю, потому что я училась на базе восьмилетки. И мы получали в педучилище среднее образование. А раз мы получали среднее образование, то мы должны были учить и как предмет латышский язык. У нас было две группы. Для тех, кто учился уже, то есть кто родился в Латвии и учил латышский язык со второго класса, и те, кто приехали. Такие приехали, типа, как я, там какие-то дети военных приехали. Но нас было не так много, наверное, человек шесть в этой группе. Но те, которые учились в той группе основной, некоторые из них перешли в нашу группу, потому что латышский язык знали очень-очень плохо. Привет, дорогие мои однокурсники! Если вдруг вы меня увидите, огромный пламенный вам привет, пишите мне на почту, я потом расскажу, как найти меня. И сейчас я вам покажу конкретно свои документы. Так я обещала Лене. Она сказала, что нет-нет-нет. Я сказала, я вам документально покажу. Она сказала, нет, не покажете. Так вот, показываю. Вот мой диплом, по которому я закончила педучилище. Открываю вам, чтобы верили точно. Ну, фамилия у меня тогда была другая, насколько вы понимаете. Я еще была молодая девушка. Вот. Кому интересно, смотрите. С левой стороны на латышском языке, а с правой стороны на русском. Вот. Когда я училась, когда я закончила. Теперь, наверное, вас интересуют отметки, потому что мне сказали, что не верят, что латышский язык был в наше время, что мы его не учили. Вот, пожалуйста. В сентябре 76-м году я поступила. В 79-м в декабре я закончила. Вот мои оценки. Теперь переворачиваю страничку. И, пожалуйста. Вот. Родной язык. Латвия Шувалада. 5 баллов. Можете посмотреть и другие мои отметки. Не выдумываю. Внизу стоит печать. Об окончании педучилища. 29 декабря 79-го года. И подписи. Еще ли она сказала, что русских детей в латышские группы брали. Действительно брали. Я ничего против не имею. Конечно, брали. Но в то время, в 80-е годы, я закончила в 79-м году, в то время устроить ребенка в детский сад было очень-очень трудно. И многие даже мамочки шли работать в детский сад, чтобы устроить своего ребенка в детский сад. Понимаете? Нянями шли, там, не знаю, помощниками какими-то, на кухню шли, еще куда-то. Потому что для работников детских садов детей принимали без очереди. Очереди были огромные. Так вот представьте, латышских детей очень-очень много, а тут еще русские своими детьми тут подсовываются. Конечно, в первую очередь брали латышских детей в латышские группы. Но были случаи, когда брали, если бы я, например, работая в детском саду, попросила бы, чтобы моего ребенка взяли бы в латышскую группу, конечно, взяли бы. Дорогие друзья, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вы знаете, я комментарии перечитываю несколько раз, по несколько раз и даже отвечаю некоторым по несколько раз, потому что меня эта тема очень волнует. И мне интересно, как вы относитесь к этой теме. Понимаете? Как найти меня? Сейчас я вам объясню. Смотрите. Вот сейчас вы смотрите ролик. Правильно? Под роликом есть моя фотография. И там написано, как называется канал. Канал называется моим именем. И под ним есть описание. В описании, ну, то, что я там в ролике говорю, да, и сейчас я попробую туда поставить свою почту, если пропустит YouTube. потому что, не знаю, ни у кого не видела, чтобы в описании была ссылка на их почту. Я даю ссылку на свой второй канал. Приходите туда, смотрите, подписывайтесь. Мне это очень важно. но, смотрите, я сейчас вам показываю, когда вы нажали на мою фотографию, вы попадаете на мой канал. Видите, я стрелочками вам показываю, какие графы, ну, пункты находятся в верхнем меню. вы сразу автоматически попадаете на раздел «Главное». Ну, видите, здесь есть и видео. Если вы нажмете на видео, вы будете видеть все мои ролики, которые у меня есть, шорт, которые вы видите, плейлисты, то есть, это ролики, которые объединены по темам. потом видите, значит, раздел «Посмотрите внимательно о канале». Не каналы, а о канале. И вот, когда вы нажмете, там вы увидите мою электронную почту. И, естественно, можете писать на мою электронную почту. Если вы из Латвии, можем обменяться телефонами и созваниваться, там, скайп, телеграмм, разные есть соцсети, и мы с вами можем общаться. А также, посмотрите, в самом верху, в самом верху, вот идет шапочка моего канала, да, и в правом углу есть ссылка на Facebook. Если вы нажмете на эту ссылку, вы прямо попадаете на мою страничку Facebook. Можете мне там писать, можем там говорить. То, что вы не хотите писать, например, в YouTube. Или хотите со мной встретиться, пообщаться. Хорошо? Еще в прошлых комментариях вы мне писали, что я рассказала не о всех документах, которые нужно подавать на продление ПМЖ. Да, действительно, я не сказала о том, что нужно заполнить анкету на лояльность. И многих это пугает. Дорогие мои друзья, дорогие мои друзья, которые находятся по ту сторону, по которой нахожусь я. Да, действительно, нам надо заполнить эту анкету. И анкета в самом начале она, конечно, пугающая, потому что она очень огромная. Нам надо заполнить данные о себе, данные о своей семье, о своих детях, где учились, где работали и так далее. Но я вам советую, от себя советую, вы думаете как хотите, делайте как хотите, что надо эту анкету потихонечку заполнять уже сейчас. Скачать ее надо с сайта и уже заполнять сейчас. Потому что когда вы уже сдадите экзамен и будет эта анкета заполнена, и будет справка взята, что у вас есть доход, вы можете все это раз-раз-раз быстренько уже подать эти документы. А так вы сдадите экзамен, пока вы это заполните, пока вы будете нервничать, потому что то ваши дети, то ваши знакомые не хотят давать свои данные, это будет долго. А до экзамена у нас еще время есть, по крайней мере 11 апреля только начнется экзамен. За это время можно заполнить эту анкету. Ну, многие пугаются, почему с нас вот это берут, мы же ни в чем не виноваты. Ну да, действительно, мы не виноваты, но вспомните советские времена, когда уезжали за границу, какие-то там граждане, им тоже надо было заполнять такую анкету на лояльность. Понимаете? Пока не было войны, ну не требовались нас это. А вот началась война и нам вот так вот не повезло. Причем не повезло только нам, которые взяли российское гражданство. Те, которые взяли другие гражданства, их не трогают, в том числе и белорусское гражданство. И поэтому сейчас многие граждане России, проживающие в Латвии, решили, а не взять ли белорусское гражданство? Белорусам-то не трогают белорусов. Так вот, я сейчас вам об этом расскажу. Ну, вначале вот просто даже, чтобы не было голословно, что вот я там сочиняю что-то, я вам просто прочитаю из газеты. Вот, послушайте. Ну вот, я обращаюсь к статье, которая называется «Изменение в законе об эмиграции гражданам Белоруссии волноваться не стоит». И тут довольно большая статья, но я вам зачитаю вот только такой пункт. «Уже имеющим постоянный вид нажительства нужно до 1 сентября сдать латышский язык на категорию А2, но это касается исключительно граждан России. К бывшим гражданам или не гражданам Латвии, принявшим гражданство Белоруссии, это не относится. Поэтому беспокоиться не стоит. Им необходимо продлить вид на жительство только тогда, когда истечет их срок. Ну, срок паспорта, да, вид на жительство. Выдается на 5 лет. Ну, гражданам России тоже выдается на 5 лет, да. По истечении ПМЖ требования сдачи латышского языка распространяются только на тех, кто получил ПМЖ на другом основании. Например, если мужья или жены граждан или не граждан Латвии, в случае, если они получили постоянное вид на жительство на основании того, что они были ранее гражданами или не гражданами Латвии, то для них требования не изменились. То есть граждан Белоруссии, проживающих в Латвии, это не касается. Поэтому очень многие решили, а давай-ка я быстренько, быстренько, быстренько возьму гражданство Белоруссии. Что из этого получается? Мы сейчас перейдем с вами к другой статье. Статья называется можно ли поменять гражданство, чтобы не сдавать языковой экзамен на ПМЖ? Слушайте внимательно. Гражданам Республики Беларусь экзамен по латышскому языку для получения вида на жительство сдавать не нужно. И поэтому читатели интересуются, возможно ли получить гражданство Республики Беларусь гражданам России, проживающим в Латвии. То есть поменять гражданство России на гражданство Беларуси. И вот что отвечает генеральный консул Республики Беларусь Дагопилса Илья Викторович Лапуть. Значит ему задают вопрос возможно ли получить гражданство Республики Беларусь гражданам России, проживающим в Латвии и желающим здесь остаться жить при каких условиях. Что отвечает вот этот Лапуть В нашем национальном законодательстве действительно предусмотрена возможность подачи заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь в посольстве или консульские в посольство или консульские учреждения Однако это могут сделать только определенные категории лиц которые постоянно проживают за границей а именно белорусы а также лица идентифицирующие себя как белорусы и их потомки кровные родственники по прямой линии дети внуки и правнуки далее иностранцы имеющие выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь высокие достижения в области науки и так далее нас это не касается третье иностранцы ранее состоявшие в белорусском гражданстве можно вернуться если человек не относится к вышеперечисленным категориям существует возможность обратиться с заявлением о приобретении гражданства по другим основаниям переехав на постоянное жительство в нашу страну ну то есть в Беларусь в этом случае документы подаются в подразделении по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту жительства в Беларуси нам переезжать туда не хочется нам хочется остаться в Латвии правильно и иметь просто белорусское гражданство читаем дальше нужно ли быть претендентом на гражданство Беларусь отказываться от российского гражданства с чего с чего вообще следует начинать процедуру оформления с обращения в консульство республики Беларусь или с обращением в латвийский УДГМ или посольство России с чего начать допустим вот я родилась в Беларуси я бы хотела получить белорусское гражданство правильно ну чтобы не сдавать экзамен значит так подача заявления о приеме в гражданство нашей страны так это говорит Лапутито да предшествует сбор и оформление всех необходимых документов и материалов при этом как латвийским гражданам так и гражданам России необходимо наряду с другими документами представить документ свидетельствующий о подаче заявления о выходе из гражданства иного государства на этот счет целесообразно обратиться в соответствующие компетентные органы Латвии либо посольство России какова пошаговая процедура подачи документов что нужно переводить для каких документов нужно нотариальное заверение начинать необходимо со сбора документов и их оформления перечень размещен на их сайте на документах выданных компетентными органами Латвии должен быть предоставлен апостиль сам документ и текст апостиля подлежат переводу на один из государственных языков республики Беларусь у них два государственных языка русский и белорусский при этом верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально ну собственно для вас это не новость потому что все когда мы делали российское гражданство предоставляли документы мы все ходили к переводчику все ходили к нотариусу и все это заверяли да значит нотариально кроме того если один из родителей ходатайствует о приеме в гражданстве республики Беларусь вместе с ребенком то необходимо нотариальное удостоверение согласия и так далее а также согласия самого ребенка дальше вот это самое главное о чем я вам хочу рассказать сколько по времени занимает вся эта процедура от подачи заявления до получения паспорта республики Беларусь вот это внимательно слушайте кого это волнует срок рассмотрения заявления о приеме в гражданстве республики Беларусь с даты его подачи не превышает одного года в случае принятия положительного решения нужно будет обратиться с заявлением о выдаче паспорта гражданина республики Беларусь срок осуществления данной процедуры составляет один месяц без учета необходимого для пересылки документов казалось бы ну прекрасно за месяц давайте-ка сделаем и будем гражданами Беларуси сколько нужно заплатить непосредственно за консульские услуги размер консульского сбора за рассмотрение значит 70 евро там ну разное я думаю вас это не интересует потому что мы сейчас пойдем дальше какие права и обязанности будут у гражданина республики Беларусь постоянно проживающего за рубежом то есть это мы мы же за рубежом проживаем в прошлом году на республиканском референдуме принято и вступила в силу новая конституция республики Беларусь все основные права и обязанности граждан закреплены в ней. Если мы говорим о правах и обязанностях граждан в Беларуси и в Латвии, то здесь нужно учитывать законы и требования латвийских властей. Со своей стороны Генкольн-Исульство осуществляет защиту интересов наших граждан в Латвии в рамках Венской конференции 1963 года. Это говорит нам Беларусь. Дальше вопрос к нему такой. Скажите, пожалуйста, увеличилось ли за последние полгода количество обращений в консульство по поводу получения гражданства Беларусь? Много людей звонит, интересуется этим вопросом, но, внимательно, когда узнают, что процедура оформления гражданства Беларусь, Республики Беларусь занимает год, расстраиваются. Многим нужно срочно, но ускорение процедуры не предусматривает белорусское законодательство. Так что, увы и ах, гражданство Республики Беларусь вы принять можете на будущее, но сейчас, чтобы вас освободили от сдачи экзамена, вы уже не успеваете. Увы. И еще хочу вам из одной статьи прочитать просто маленькую-маленькую фразочку, которую сказал сопредседатель национального объединения депутат Сейма Райвис Дзинтерс. Слава Богу, они хотя бы стали понимать, что не все граждане России виноваты в этой войне и виноваты вот в этой всей заварухе, так скажем. Вот он пишет. Я тоже считаю, что нельзя обвинять каждого российского гражданина за то, что делает Путин. Но нужно осознать, что граждане РФ в целом это категория риска. И латвийскому государству следует действовать соответственно. Вот то, что мы с вами заполняем документы на лояльность, это мы доказываем, что мы не причастны, что мы не представляем никакую угрозу Латвии. Нам дайте дожить, дожить уже эти годы, потому что в основном граждане России, проживающие в Латвии, это в основном пенсионеры, люди уже очень пожилого возраста. В следующий раз я вам расскажу, как я учу латвический язык, какими способами, какими методами. Вы поделитесь своими мыслями, поделитесь своим опытом, как вы учите латышский язык, как вы его повторяете, как вы разговариваете. Но я вам только единственное могу сказать на прощание, ну я правда очень жду ваших комментариев, подписок и так далее, это я вам уже еще раз повторяю. Но хочу вам сказать, что простые латыши, они вообще нас не обязаны учить латышскому языку. Они не обязаны. Так же, как мы не обязаны их учить, но они учат, и они практически все говорят на русском языке. И тем самым они нас избаловали, конечно. Но, вот смотрите, мы начинаем говорить тогда, когда заходим в магазин, подходим к кассе, и там эс, мэс, тэс, да, а ей надо обслужить очередь, да, поэтому она говорит с вами на том языке, на котором понятно и вам, и ей. Вы говорите, ну вот, она не говорит со мной по-латышски. Она не обязана этому это говорить. Для этого есть курсы, для этого вы утром встаете и сами с собой говорите, да, есть переводчики различные, кому надо, тот учит. Или, например, вот вы там в кафе идете, да, к вам подходит официант, и вы будете тоже очень-очень долго говорить там по отдельным словам, по-латышски, с неправильным окончанием, и ждете, что он вас сейчас будет поправлять, или там будет вас учить. Ну, ребята, его, ну, его задача вообще вас обслужить, да, нас. Я уже не буду говорить вас, нас обслужить, а не учить нас латышскому языку. Недавно мне позвонила соседка и говорит, ну, как у тебя дела? Я говорю, а давай по-латышски поговорим. Она говорит, ой, ну нет, ну давай поговорим. Она понимает, что вы слушаете меня так долго. Вот, так что, Ирена, привет, если видишь меня и смотришь меня. Ребята, на следующей встрече обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, и мы продолжим еще эту тему, хорошо?